Привет, ребята! Это MadCore и курс ControlPaint. Помните ли, что когда-то давным-давно я показывал, как разложить кофейную чашку на простые формы? Суть занятия была в том, чтобы помочь вам научиться представлять объекты в трех измерениях, а не просто копировать контуры на бумагу. Так вот, давайте возьмем и применим эту же технику на объект посложнее. В нашем занятии мы будем использовать скриншот одного из героев игры World of Warcraft. Эти герои уже достаточно обработаны, то есть они довольно утрированы и упрощены по сравнению с изображением человека на фотографии. Моя работа начинается с создания своеобразного манекена, упрощенной формы героя, на которую я потом надену одежду и так далее. В своей голове я представляю самые простые примитивные трехмерные объекты, которые бы соответствовали форме тела героя. На этом этапе все мое внимание сосредоточено на пропорциях и на том, верно ли я передаю углы. А вот на детали я пока вообще не обращаю внимания. Я накладываю штрихи голубого цвета, это мои черновые наброски, которые нужны мне, чтобы воссоздать примерную фигуру героя. К примеру, шерсть на голове героя я передаю при помощи одной лишь кривой. Вот тут я отмечаю, как голова оборотня будет соединяться с шеей. Заметьте, что я не рисую то, что вижу, а лишь отмечаю элементы структуры. Я попеременно работаю то карандашом, то ластиком, постепенно набрасывая основные формы героя. Как и в прежних видео Unplugged я использую угловые наброски. Я начинаю с передачи крупных форм и потом постепенно перехожу ко все более и более мелким деталям. К примеру, чтобы нарисовать уши, я использую простые треугольники. Конечно, на скриншоте у героя формы ушей куда сложнее, но пока и треугольников будет достаточно. Затем я замечаю пары параллельных линий, которые тоже отмечаю на своем рисунке, спинка носа, ряд зубов. Поэтому я накладываю пару параллельных линий, чтобы они напоминали мне о том, где будут находиться зубы. Я использую голубой карандаш для того, чтобы потом подчеркнуть верные контуры обычным карандашом, TM. Поэтому все, что я рисую голубым, не более чем предварительный рисунок. Он нужен мне для того, чтобы создать план-график. Если у меня уже будет набросок с основными формами, то я буду чувствовать себя гораздо увереннее во время работы с карандашом TM. Пока что рисунок героя не выглядит законченным, но позже, когда все основные формы будут нарисованы, я смогу добавить дополнительные детали. Так я потрачу меньше времени на передачу деталей. Но нужно отметить, что есть существенная разница между тем, как мы создаем Нотерморт и тем, как я работаю с этим изображением. И разница в том, как мы представляем себе изображение. Скажем, нам нужно посмотреть на этого же персонажа с другого боку. Но мы не можем этого сделать, так как у нас нету соответствующего изображения. Поэтому вам нужно будет совершить мысленную экстраполяцию, то есть повернуть персонажа у себя в изображении. Подобная операция станет гораздо проще, если упростить персонажа до комбинации простых фигур. Это то же самое, что и работа с манекеном. Вы берете простые формы и накладываете на них детали. Поворачивать какой-либо объект куда проще, если формы объекта упрощены. Вот так работает визуальное упрощение. Его можно использовать на начальных этапах создания рисунка. Вам нужно научиться представлять каждый объект как комбинацию простых фигур. Так можно упростить и кофейную чашку, и героя, и даже городской пейзаж. Как только я набросал основные контур объекта, я начинаю работать с деталями. Вы сами решаете, насколько детальным вы хотите получить свое изображение. Я использую голубой карандаш для набросков и не буду добавлять герою слишком много дополнительных деталей. Но вот тут я добавлю немного элементов, чтобы у меня был более полный предварительный набросок. Так мне будет легче работать в дальнейшем. На следующем нашем занятии мы возьмем нашу предварительную копию и доведем ее до конца. И вы увидите, насколько увереннее и легче мне будет работать с уже готовым наброском. Поэтому, когда вы будете рисовать, постарайтесь вычленять из объектов базовые формы. Используйте визуальные упрощения, чтобы сделать свои изображения по-настоящему трехмерными. Желаю удачи и спасибо за внимание.